МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как не стать дроппером? Советы от Банка России. Как прожить без горячей воды? Советы саровчан. Роман Куликов занял второе место на марафонской дистанции 42,2 километра в традиционном областном легкоатлетическом марафоне «Малый Китеж» в городце. Далее расскажем обо всем подробно. Мошенники втягивают молодежь в преступные схемы под видом подработки. Студенты и школьники, сами того не подозревая, могут стать соучастниками преступления как дропперы. Подробнее об этом рассказали в Волговятском главном управлении Банка России. Школьники и студенты в поисках работы могут быть втянуты в преступную схему и стать дропперами. Дроппер или дроп – это человек, который помогает мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги. При этом сам дроппер может даже не понимать, что участвует в преступной схеме. Мошенники могут предложить молодому человеку трудоустройство, например, стать администратором лотереи и якобы отправлять выигрыш победителям. На самом деле, карты человека используются в схеме вывода похищенных денег. А школьник или студент оказывается соучастником преступления. Я знаю человека, который реально получил срок за такую деятельность. У него сейчас еще и штраф в один миллион рублей на госуслугах, хотя вот он ровесник, и это, наверное, неприподъемная сумма для выплаты штрафа. В рамках просветительской кампании Банка России в Нижнем Новгороде прошла школа финансово-грамотного пиарщика. Студенты-участники проекта снимали короткие ролики, проводили занятия в школах, информационные и уличные акции. Студентка ННГУ имени Лобачевского Ангелина Кузовлева вошла в состав одной из инициативных студенческих групп. Молодые люди придумали специальные карточки и чат-бот с полезной информацией. Мы проводили акцию, нацеленную на информирование людей в возрасте от 16 до 20 лет о такой мошеннической схеме, как дроперы, о том, как себя обезопасить от них и о том, чем это чревато. Для этого мы распечатали вот такие прекрасные карточки, так как основная отличительная черта дроперов – это то, что они покупают карты, и потом через эти карты проводят чужие нелегальные деньги. Банк России ведет базу данных о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиентов банков. Эта база позволяет кредитным организациям выявлять дроперов и блокировать им доступ к электронным средствам платежа. В ней содержатся сотни тысяч реквизитов. Она постоянно обновляется. С 25 июля 2024 года банки будут обязаны блокировать дроперам доступ к счетам. Учитывая, что информация содержится в централизованной базе данных, дроперы не смогут пользоваться банковскими услугами ни в одной кредитной организации. Это позволит прервать цепочку вывода похищенных денег, а также повысит вероятность возврата денег пострадавшему человеку. По закону подростки с 14 лет вправе оформить банковскую карту. Они несут персональную ответственность за все операции по ней. Участие в дроперской схеме грозит уголовной ответственностью. Правоохранительные органы при расследовании мошенничества в первую очередь выходят на дроперов. С учетом того, что дропы являются низшим звеном в преступной иерархии, организаторы и руководители создаваемых преступных групп в целях соблюдения собственной безопасности, в целях обеспечения продолжаемого характера преступной деятельности, не посвящают привлекаемых с указанной целью лиц свои преступные намерения, не сообщают им их об особенностях используемой преступной схемы, не разглашают сведения о ключевых участниках преступной группы. Взаимодействие с дроперами происходит с использованием мессенджеров, которые обеспечивают высокую степень конспирации передаваемых данных. Через суд с дропера могут взыскать всю сумму похищенных денег. Чтобы контролировать банковские операции подростка, родители могут, например, оформить совместные СМС-уведомления. Некоторые крупные банки предоставляют такую возможность. И следует помнить основное правило – не передавать свои банковские карты и их реквизиты другим людям. Более 60 ДТП с дикими животными произошло в регионе с начала года. Есть пострадавшие и погибшие. Лоси в поисках новых мест обитания переходят автомобильные дороги, создавая опасность для людей. О том, чем грозит встреча со зверем на трассе и как ее избежать, расскажем в нашем репортаже. Столкновение с лосем равносильно удару о бетонную стену. Масса крупной особи достигает 600 килограммов. Легковой автомобиль после такой аварии чаще всего восстановлению не подлежит. Животное почти всегда погибает от травм. Летом лоси активно мигрируют за городом сахаты и нередко выбегают на дорогу, а водители не успевают среагировать и затормозить. Поэтому стоит быть предельно внимательными за рулем, особенно в зоне действия специальных знаков. С начала года в Нижегородской области произошло более 60 аварий с участием сахатых. Есть погибшие и пострадавшие. В том числе в Сарове в начале июля зафиксировали ДТП на Варламовской дороге. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на дикое животное лося, после чего съехал с дороги. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, после осмотра врачом был госпитализирован. Госавтоинспекторы напоминают, что дикое животное – недобропорядочный пешеход. Выбирать для перехода участок с разметкой оно не будет. Поэтому на дороге нужно быть бдительным и соблюдать несколько простых правил. Если увидели знак «Дикие животные», избавьте скорость до возможного минимума. Особенно это касается поездок в ночное время и при плохой погоде. Если в темноте увидели лося или кабана, остановитесь и включите вместо фара аварийные огни. Так животное адаптируется и скорее покинет дорогу. Всегда следите за частотой лобового стекла и не пытайтесь обогнать животное на пути. Размер ущерба за сбитого лося – около 80 тысяч рублей. Даже если авария произошла вне зоны действия знака. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Маткапитал можно будет тратить на строительство индивидуальных жилых домов через эскроу-счета с 1 марта 2025 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Эскроу-счет – это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем жилья и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, а затем они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфянников. Чтобы избежать пожаров, в регионе выстроена система профилактики и ликвидация возгораний. Благодаря ей в прошлом году зафиксирован исторический минимум по количеству лесных пожаров. Крупных пожаров не было вовсе. Все возгорания были ликвидированы в течение первых суток. Отлажена система оперативного обнаружения возгораний. Система защиты включает 110 лесных видеокамер, 560 летных часов авиационного патрулирования, работу 43 станций для тушения лесных пожаров. Для подготовки к эффективной работе в случае возгорания лесного массива регулярно проводят учения. В пожароопасный период привлекают более полутора тысяч единиц спецтехники. Работают более 3,5 тысяч сотрудников лесопожарной охраны. Для координации действий лесопожарной команды на помощь приходят цифровые технологии. Современные системы радиосвязи с большим радиусом действия помогают поддерживать качественную и стабильную связь на участках, которые не попадают в зону покрытия сотовых сетей. В систему региональной радиосвязи входят 44 стационарные радиостанции с антенномачтовыми устройствами и 781 мобильная радиостанция. За сокрытие автомобильных номеров будет грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Он касается случаев, когда используется устройство, препятствующее идентификации номера машины, либо позволяющее его скрыть. Это предлагается выделить в отдельный состав и ужесточить ответственность. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев. Ужесточается наказание за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков. За это также будет грозить лишение прав на срок до полутора лет. По мнению авторов инициативы, подобные противоправные деяния создают предпосылки к нарушению правил дорожного движения и повышают риски возникновения ДТП. Со следующего года можно получить налоговый вычет за сдачу норм ГТО. Эта программа нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. Она предусматривает выполнение нормативов, которые зависят от возраста пола и физических возможностей. Чтобы получить вычет, нужно сдать ГТО и получить знак отличия или подтвердить уже полученный знак. В год сдачи нормативов пройти диспансеризацию. Размер вычета – 18 тысяч рублей. При ставке НДФЛ 13% экономия на налоге составит 2340 рублей. Это отдельный стандартный вычет. Он не входит в лимит социального вычета на лечение, обучение и фитнес. В Сарове очередное плановое отключение горячей воды. С временными неудобствами столкнулись практически все горожане. Наша съемочная группа вышла на улицы города и узнала, как саровчане справляются с трудностями. С 22 по 31 июля в Сарове отключена горячая вода. Несмотря на то, что на дворе лето, горожане вынуждены жить в трудностевых условиях. Мы спросили саровчан, что помогает им справиться с отсутствием воды и узнали о полезных жизненных советах. Конечно, нагреватель проточный. Это обязательно. И посудомоечную машину. Без нее коньяк. Я уже на пенсии. Не надо не торопиться. Могу погреть. А вот, конечно, когда маленькие дети и холодно, когда отключили, это, конечно, заметно. То есть, чтобы искупаться, чтобы по-быстрому что-то приготовить, конечно, неудобно. Бойлер поставить и жить без воды. Меня, если честно, это никак не затронуло. Я просто моюсь в ледяной воде. Потому что, когда у меня отключили горячую воду в Москве, где я живу, там не было возможности поставить бойлер или что-то такое. Поэтому я моюсь в ледяной воде и привыкла. Мне комфортно было. Без проблем. Абсолютно. Честно говоря. Мой с холодной водой. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Поставили просто накопительный бойлер. Пока справляемся. Да неделька прилетит быстро. Пока обходимся, пока прохладно. То есть вы из-за запаливания? Да ну что, какой из меня морж? Тюлень разве что. Я тот потрепанный. Бойлер. Поэтому без проблем. Ну как, тазики. Старая советская привычка, старая советская, как сказать, история. Разогреваешь тазик, побриться, помыться. Конечно, неудобно. Казахи очень неудобно. Вроде как 21 век и без горячей воды. Но это вообще-то беспредел. Ну ладно, на Урале хуже бывает. У нас можно еще жить. Роман Куликов занял второе место на марафонской дистанции 42,2 километра в традиционном областном легкоатлетическом марафоне «Малый Китеж» в городце. О своих достижениях в спорте и об увлечении бегом Роман Куликов рассказал нашей съемочной группе. Роман Куликов рассказывает, что бегал хорошо еще с детского сада. Но в секции легкой атлетикой не занимался. Больше уделял внимание акробатике и футболу. Однако бег оставался в жизни Романа. Активно бегать на соревнованиях и марафонах он начал с середины апреля 2022 года. Свои первые пять километров Роман пробежал на городском турнире памяти Кугукина. За ним был трейл в 10 километров. И потом в такой степени разбегался, что потом пошли марафоны. И потом в том году пробежал свой первый ультрамарафон дистанции 57 километров 600 метров. Интерес к забегам у Романа появился после того, как он познакомился с беговой компанией. Многому учился у своих товарищей, перенимал опыт и советы. Интерес к спорту подогревает и профессия. Роман Куликов работает в сфере физической культуры. В прошлом году мужчина участвовал в порядка 40 стартах. В Саровчанина отметили и пригласили выступать за Нижегородский клуб Камнеград. А также сделали амбассадором ГТО и спорта по Нижегородской области. В последнее забег это был мой марафон. Занял второе место в группе 18-39 мужчины. Также и в Балахне тоже была третья местная дистанция. Плюс еще были трейлы Лыского, тоже дистанция больше 25 километров. И в Парижском Унеборский район. Роман Куликов – победитель открытого кубка Нижегородской области по трейлу. Спортсмен занимается и горным, и шоссейным бегом. Бегает трейлы не только по Нижегородской области, но и по другим регионам России. В Ивановской, Владимирской области, Мордовии. И во многих забегах он занимал призовые места. Каждый забег уникален по-своему, говорит Роман. Но из раза в раз это вызов, преодоление и проверка себя. Запомнился у меня забег в минус 30 в Нижнем Новгороде. Это был рождественский забег. Ты бежишь, все замерзает. Не придаваем ощущения. В другом вообще дышишь. Запомнился, конечно, броды. Это грудь запомнился. И недавно бегали в трейл. Ворожский район, по-разному, да. Очень много плыли. И лыску запомнился. То есть больше километра бежишь по воде в Волге. Сейчас Роман Куликов планирует выйти на старты в Нижнем Новгороде. Главная цель у спортсмена – хорошо подготовиться и пробежать уже в следующем году дистанцию 100 километров. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...